Здравствуйте! Сегодня я хочу снять видео про свой рипсальдопсис рипсалис. Цветет у меня белыми цветами. Приобрел я его три года назад. Вот три года назад он был, ну, где-то вот такие вот высоты веточки у него были. Он цвел. И следующие годы он ни разу не цвел вообще. Я, в общем, не знаю, в чем дело. И почему-то вот в этом году он решил зацвести. Вот у него такие красивые цветочки. Вот здесь я не понимаю, почему они с загнутыми лепестками. Вот. И цветут только вот те веточки, цветут только те веточки, которые более-менее, на которые падает солнце. То есть, может быть, я так считаю, возможно, ему не хватает солнца. Вот. Наверное, попробую в кустик отрезать какую-нибудь веточку, например, вот какую-нибудь такую. Вот. Посадить ее. И чтобы был пышный кустик, попробую. Ну, вот, например, вот как этот. Вот. Это уже мои шлюмбергеры декабристые. Я буду сразу сажать вот в такую вот почву, которую я делал для томатов. Наверное, это прям вот оптимальный вариант. Именно такой очень-очень питательный грунт. Я там и рыхлый. Потому что я туда добавлял и перлит, и сапропель. Я туда добавлял и конский перегной концентрированный, и вот этот вот плодородный ил, который тоже в магазинах продавался. Вот. Так что после этого вот мои шлюмбергеры, которые очень похожи с рипсальдопсисом, шлюмбергеры начали просто активно расти. Даже те, которые большие, достаточно кусты. Это очень хорошо видно. А мой вот непересаженный рипсальдопсис, он дал жалкие пару листиков, и всё. Вот. Всего несколько листиков, и всё. Больше у него как бы листиков нет. Я хочу, наверное, попробовать отстричь кусочек и посадить. Вот. Вот. Ну, этот я тоже, ну, по идее, надо бы пересадить. Надо бы пересадить, но куда ставить пересаженный мой рипсальдопсис? Вот в чём вопрос. Может быть, на другой подоконник я переставлю. Вот. Но про рипсальдопсис, мои мысли по его выращиванию. Хоть говорят, что он теневыносливый, но посмотрите. В тени он, ну, и удобрения я никакие не вносил в течение этого времени. Видимо, удобрения тоже ему нужны. Вот. Так что буду пробовать вегетативно размножать его и выращивать немного в других условиях. А на сегодня с рипсальдопсисом всё.